Мой доклад посвящен гранд-пространствам Лебега и локальным гранд-пространствам Лебега, которые недавно мы ввели. Я буду рассказывать наши совместные результаты СМКО и Серафейра, опубликованные в Владикавказском математическом журнале и в журнале «Позитиви». Первая статья уже вышла, вторая статья в печати. «Позитиви», как известно, «Квартир» первый, а Владикавказский математический журнал, наш журнал нашего региона, может быть, вы знаете, если вдруг для информации сообщу, что недавно этот журнал стал скопусовским. И учтите, пожалуйста, эту возможность далеко не ходить за большими достижениями. Так, Анатолий Георгиевич, очень, как вам сказать, не только хороший математик, Кусраев я имею в виду, но и хороший организатор. Значит, по результатам этих статей будет доклад. Ну, первая статья – это эти пространства, локальные гранд-пространства, которые мы так называли, в эвклидовых пространствах рассматриваются. А во второй статье эти пространства введены и изучены операторы действия операторов в классических этих пространствах. На эти пространства определены, а, вон написано, на множествах, на пространствах, в квадрометрических пространствах с мерой. Так, план моего доклада – предварительные сведения, локальные гранд-пространства Лебега на РН, несколько слов о квадрометрических пространствах с мерой, локальные гранд-пространства на квадрометрических пространствах, операторы в этих пространствах и приложение к задаче Дирихаева. Вот по этому плану я сегодня собираюсь рассказывать. Так, гранд-пространства Лебега появились в 1992 году, их ввели Иванец из Бордонии, в связи с изучением интегрируемости Якобиана некоторых преобразований. Они определяются, вот пространство и норма определяются вот по этой формуле. Не показывают, ничего, и так видно, да? Так, вот по этой формуле. Эти пространства определяются, и эта форма имеет как смысл, в случае, если область Омега ограничена. Ограничена, вам написано, область РН ограничена. И только для ограниченных областей имеет место вот это определение. В связи с тем, что при... Ну, вот здесь интеграл порядка степени, функция в степени меньше, чем П. То есть, в некотором, если Эпсилон фиксировано, это в некотором смысле, вот здесь записана норма пространства ЛП минус Эпсилон. А как известно для ограниченных множеств, эти пространства ЛП и ЛП минус Эпсилон вложены, и отсюда следует, автоматически следует, что грант пространства является расширением классического пространства Эльпа. Дело в том, что мы рассматривали, это в моей диссертации основном эти все результаты опубликованы, вот так можно сказать, грант пространства на неограниченных множествах. Омега вложена или сам может совпадать с РН. Необязательно ограниченное множество. Смысл этого определения в введении функции А от Х в некоторой малой степени. Чем эта функция, вот этот вид, более приемлем для... Почему он приемлем для неограниченных областей? Дело в том, что степень по минус Эпсилон на конечных множествах улучшает сходимость интеграла записанного, а на бесконечности ухудшает, вот эта степень по минус Эпсилон. Поэтому и поэтому было ограничение Иване Цезбордоне, что область ограничена. Функция А от Х в степени малой степени компенсирует ухудшение поведения этой функции, вот степень по минус Эпсилон, на бесконечности. И таким образом, при удачном подборе этой функции с поведением на бесконечности и в нуле, можно получить пространство, вот так обозначенное L, P со скобкой Т, Т. Функцию А мы назвали грандизатором, от слова гранд пространства. И в случае, если грандизатор, для того, чтобы это было расширение пространства Лебега, необходимо и достаточно, чтобы грандизатор был из L1. Так, дальше. Дело в том, что, как я уже чуть-чуть упомянул, вот эта структура влияет, влияет, как вам сказать, глобально на понятие функции. Вот такая норма, она учитывает поведение функции в каждой точке области. Вот эта степень по минус эпсилон на ограниченных множествах, а, как мы сказали, на бесконечно удаленной точке функция АТХ. То есть, в некотором смысле, это глобальное пространство с учетом поведения функций во всей области, во всех точках области. Возник вопрос интереса, а нельзя ли определить гранд-пространство, чтобы они не глобальными были, а определялись поведением функций в некоторой конкретно фиксированной точке, чтобы учитывалось поведение функций, улучшалось или грандизатор, или степень, или вот это определение имело концентрированное поведение, учитывало только в одной фиксированной точке. Такие пространства мы ввели, вот в таком виде мы определили норму в этом пространстве. Я хочу подчеркнуть, функция сама в степени П, то есть грандизации функций нет, степень не меняется, а меняется только степень функций, грандизатора. Если функция в конечных точках является непрерывной и ограниченной, то есть никакого влияния вот эти пространства или же норма, влияния никакого нет на ограниченных точках. Точка только в точке в какой? Там, где функция, допустим, А, функция одной переменной, обращается в ноль. В точке Х нулевое – это гранд пространства, в точке Х нулевое – это обозначение отражено вон внизу Х нулевое. Таким образом, смысл это определение становится определенным при вот таких условиях на функцию. Функция непрерывна везде, кроме как в начале координат. В начале координат вращается в ноль, и вне, и на бесконечности тоже является ограниченной функцией. Вот в этом случае получается гранд пространства Лебега. Вот так они введены. Так, ну эти пространства шире, чем классические пространства, назовем их гранд пространства Лебега. Поэтому они представляют собой интерес. Так, вот эти пространства – определение на евклидовых пространствах. Дело в том, что в статье из Владикавказского математического журнала эти пространства изучены, свойства этих пространств, и изучены поведение или действия классических операторов максимального, операторов Кальдерона, Зигмунда, операторов потенциала Риса и операторов Харби в этих пространствах. Это в Владикавказском математическом журнале. Все есть. После этого возникла идея рассмотреть эти пространства в квазиметрических пространствах. Вот здесь напоминаем кратко, что такое квазиметрическое пространство. Это пространство с мерой, квазиметрическое, вот с таким расстоянием, квазирасстоянием. Пространство еще называют однородными, если выполнены условия, меры удовлетворяют условия удвоения, из которого следует вот такое условие не действует, вот такое условие роста. Так, определение этих пространств аналогично тому, что в евклидовом случае только прошу обратить внимание, все внимание на подинтегральную функцию а на аргумент этой функции. Аргумент этой функции вам написано дельта f от x. Что это за функция? Дело в том, что можно определить локальное пространство, привязанное не к одной точке, а к множеству нулевой меры. Юра, помните, я вам вот? Да, да. Привязанное к множеству меры ноль. И вот это дельта f от x, это есть расстояние от произвольной точки, аргумент x, до точек, до этого множества. Как бы изобразить... А, доска есть, можно? Если мы находимся на плоскости x есть плоскость, двумерная плоскость r2, то в качестве множества меры ноль можно рассматривать отрезок кривой. Это f. Это множество f. Что представляет собой множество вот так обозначенное скоро появится. в герквидовом пространстве это радиус, это шар. а вот здесь расстояние что это за точки, которые расположены на расстоянии некотором расстоянии r, а r я забыл, вот это роль r играет. Вот это точки, которые удалены от этого множества на одно и то же расстояние. А если это заштраховать, это есть аналог чара в герквидовом пространстве. вот здесь были часы, я рассчитывал на них, придется свои включать. так. Введены вот такие пространства, а вот аргументом а является вот это расстояние от точки х до множества f в некоторой малой степени. эти пространства непрерывно вложены в гранд пространства Лебега, классические пространства l вложены в эти пространства в случае, если a принжет a плюс 0. a плюс 0 это класс функции из l бесконечности неотрицательный. Дело в том, что определение нормы было число epsilon l. Про l ничего не сказано. Дело в том, что вот эта структура в этой структуре начало координат точки, в которой функция a обращается 0, она самая главная, а остальные точки не влияют на определение пространства. Что это означает? Это означает при изменении l норма остается эквивалентно получаемым нормам. То есть достаточно, то есть вот это определение не зависит от l, короче. Дальше. Это соотношение между гранд пространствами в зависимости от грандизатора верхнее вложение непрерывное. Второе вложение, когда зависит от множества f1 и f2. Дальше. Это индексы Матушевская Ормча. Теорема первое, которое доказано. Вот если индексы положительные, нижние индексы этих грандизаторов, то эти пространства совпадают, гранд пространства локальные. Далее определение определение ко расстояния асада, коразмерности асада. Вот n готическая f. Это коразмерность этого пространства. И еще последнее. известно, что если коразмерность больше нуля, то мера множества f равняется нулю. Это результат из статьи DD. Это привычное нам известное свойство условия Макенхаута. Для квазиметрических пространств оно записывается практически так же, как в евклидовых пространствах. И я вот здесь напомнил синим цветом, в каком случае в евклидовых пространствах степенная функция с показателем альфа удовлетворяет условия Макенхаута. Я напомнил, что если показатель между этими числами, то эта функция удовлетворяет условия Макенхаута. Дальше. Вот аналог этого утверждения синего для квазиметрических пространств с некоторой мерой. Модуль x это расстояние в rn, а дельта f это расстояние в квазиметрических пространствах. Вот эта функция, степенная функция расстояния удовлетворяет условия Макенхаута, если выполняется аналогичное двойное неравенство для показателя беты. Вот такое утверждение у Диды. Я сейчас перечисляю некоторые известные вещи, утверждения, которые нам пригодятся, нам пригодились в дальнейшем. Это условия Альфонса, регулярность, определение регулярности Альфонса. Если Ф С регулярно, то имеет место вот такое неравенство, где Н это регулярность самого Х, Ф С это регулярность Ф, тогда эта функция принадлежит А, если бета удовлетворяет таким условием. Это результат из следующей статьи указанной. Так, теорема. Если сублинейный оператор Т действует из Эльфа в Ку с такими весами, не видно, вон дельта в степени, дельта Ф в степени, эпсилон. Эпсилон малое число. Если это непрерывно сторономерно по эпсилон на некотором интервале ноль эпсилон нулевой, тогда оператор Т действует из гранд пространства в другое гранд пространство LQ непрерывно. Так, это известная теорема аналог теоремы стейновейся, интерпрационной теоремы стейновейся, но для метрических пространств. Эта теорема доказана густо густо санам. Где мой телефон? Пять минут у вас. Пять минут? Ага, тогда быстро. Так, максимальный оператор. Мы переходим уже к операторам в этих пространствах. Максимальный оператор. Вот первое утверждение про максимальный оператор. Если это пространство однородное, F замкнуто и не пусто, коразмерность F больше нуля по между единицей и бесконечностью, может быть равняться бесконечности. И грандизатор из класса G, который мы определили как класс функций, обращающих в ноль в нулю непрерывных вне окрестностей нуля. Так, если нижний индекс Батушевской этой функции больше нуля, то максимальный оператор действует из одного гранд-пространства в другое гранд-пространство. Сингулярный оператор Зигмунда, я, кстати, не провел определение, но это классическое определение этих операторов, но в квазиметрических пространствах. Вот для таких операторов как Зигмунда аналогичное утверждение выполняется. Дальше следствие. Если х открытое множество удовлетворяющее условие удвоения, вон написано удвоение μ, мера любега, пусть коразмерность границы, границы, уже границы множества больше нуля, тогда максимальный оператор и операторы Зигмунда ограничены вот в таком гранд-пространстве, который привязан к границе области. Алексей Николаевич. Дальше. Операторы РИСа, аналогичное утверждение для оператора РИСа, то есть эта теорема, это аналог классической теоремы Соболева об ограниченности потенциала в пространствах любега. Это уже случай, если пространство однородное и вот выполняются вот такие условия ограниченности потенциала вот в таких пространствах. И применение к задаче Дерехле. Задача Дерехле если область ограничена на С2, то такое F вложено в замыкание этого этой области и не пусто. Классический грандизатор и нижний индекс Матушевской больше нуля. Если урешение задачи Дерехле из локального грандпространства Соболева от нормы пространства Соболева с нормой то существует константа зависящая только от n и омега такая что выполняется вот такой неравенств. И последнее. Спасибо за внимание. Уложился Ваши замечания здравствуйте. Здравствуйте. Скажите пожалуйста вот в конце вы рассматриваете максимальный оператор и оператор Кальдрона Зигмунда и там в определении их участвует шар. А можно ли их обобщить до такого случая как вы показали собственно до расстояния до множества мер и нын. означает участвует шар. Давайте посмотрим что вы имеете ввиду. Вы доказательства я так понимаю построили для гибридовых пространств. А можно ли это сделать для квазиметрических? Нет это же для квазиметрических. Для квазиметрических да. А тогда B это B это вон то что я изображал. Не шар. Не шар. Вон специально это нарисовал чтобы вы почувствовали. Хорошо. Спасибо. Индекс Матушевской означает ли это что техника в основном это техника обвисывает пространство дальше просто переход к лидеру по и все. Как появляется индекс в условии? Индекс Матушевской так и появляется переход к пределу преэпциона стремящим сигналом. ПДС в конце это что такое? А это показатель соболевого. А где оно? Вот здесь да. Где написано показатель соболевого. Вот здесь это я не вижу. А раньше 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 вот здесь да вот не написано а это мое опущение а вот здесь написано предыдущем на П где ПДС это аналог показателя аналог то есть в классическом случае n умножить на П разделить на n минус альфа П помните? Да. Вот это оно. Спасибо. Еще вопросы? У меня такой вопрос там когда вы говорили об общем а не локальных пространствах там было ограничение на П больше у вас локальных только больше ноль? Да. А это существенно в локальных больше ноль? Да, 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 хорошо, что вы заметили я еще не на все внимание обратил давайте мы вернемся в определение грант пространства П больше единицы само определение вон видите показатель что будет если П равно единице отрицательная степень поэтому само определение ограничивает только для грант пространства можно рассматривать только П равно единице вот таких грант пространств теперь посмотрим на определение локального грант пространства где это я дошел вот посмотрите П не меняется а показатель может быть кто лишь бы он был показатель положительности П и эпсилон положительности Это не норма, хватит нормы, конечно, конечно. Но определение, товарищи, может быть, да. Вы рассматриваете и такие понятия? Да, да. Конечно, да, интересно. Я пропустил там для П0 до 1? Разве не написано? Вот написано. А грамменности для П0 до 1? Нет, нет, больше единицы. Утверждение для... Само определение, почему мы сами себя, естественно, как искусственно будем ограничивать. Определение наше, верно. Это случай более тонкий. Да, да. А вы не пробовали? Может, еще есть какие-то вопросы? Для локального условия двоения есть ряд интересных примеров, когда глобальные условия двоения выполняются, но локальные условия для малых широких. Вот это Ц... Ну, я понял. Нет, мне интересно посмотреть, интересно. Хорошую мысль посмотрим, обратим внимание. Ну, это еще докладчик-то рекомендует. Спасибо. Спасибо. Поехали. Спасибо. 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 Продолжение следует...